Привет! Сегодня мы посмотрим с вами на два фонаря от компании Fenix. Это у нас, ну прежде всего, обзор у нас на 0.9R, на Fenix 0.9R, вот, и у нас есть еще 0.2R. Вы можете увидеть, насколько отличаются их габариты, хотя оба фонаря являются наключными, и хоть их габариты отличаются значительно, на самом деле и тут и другое довольно необремительное в ношении, то есть я могу полностью зажать, например, фонарь в кулак, извините, нажал случайно на кнопочку, вот, полностью зажать, например, в кулак, и, соответственно, кстати говоря, от случайного нажатия здесь присутствует блокировка. Вот, ну и, в общем-то, ношение вполне возможно, но это у нас точно не обременительно, это уже такой вопрос, но зато здесь у нас больше батарея, больше емкость, свет и всего такого прочего. Более крупный E09R, более компактный E02R, и смотрим, у крупного до 600 люмен маркетинга, вот, правда, сейчас расскажу, о чем я, вот, и 800 мАч батарея. Здесь у нас 200 люмен и 120 мАч батарея, но понятно, что отличается и дальность света, ну, так как мощность отличается значительно, вот, и фонари, в принципе, все, оба этих фонаря имеются в виду одной серии, получается, серии наключенных фонарей E02, это вот модель поменьше, 0,9 побольше, а R обозначает, что они перезаряжаемы, вот, причем, что интересно, что у нас в фонаре, получается, 0,2 микро-USB, здесь порт зарядки, а вот в более крупном фонаре уже получается у нас здесь порт зарядки USB Type-C, что более удобно, на мой взгляд, более популярно, сейчас уже почти везде все используют Type-C, соответственно, с этим разъемом, ну, проще, проще его найти, проще подзарядиться, может быть, использовать разъем от своего телефона, если он у вас на андроиде, то, скорее всего, он у вас на Type-C, а не на микро-USB уже на сегодняшний день, вот, батареи здесь у нас несъемными выполнены, то есть, но герметичность тем самым обеспечивается, то есть, вот так вот, все это, и зарядка у нас используется внутри корпуса, мы видим, все это герметично закрывается, каких-то особых вопросов нет, ну, и в комплекте, само собой, идет кабель для зарядки, что с одним, что с другим фонарем, вот, кабель для зарядки присутствует, безусловно, в корпусе, и, по-моему, там уплотнительное колечко, где-то тоже присутствует, если мы говорим про характеристики, то нужно понимать, что 600 люмен, они у нас немножко маркетинговые, нисколько он у нас не светит в 600 люменах, указано условно, вот, ну, на самом деле, в чем прикол, дело в том, что, чтобы получить 600 люмен, нужно нажать и держать кнопку, пока вы ее держите, 600 люмен светит, если я отпускаю кнопку, видите, немножко проседает сразу свет, у нас получается сразу режим 300 люмен, то есть, если мы переключаем режимы, то, получается, вот, при включении фонаря, минимальный режим у нас, ну, при включении он запоминает последний режим, то есть, есть память режима, включаем, вот, сейчас у нас 3 люмина, минимальный режим, дальше у нас нажимаю, получается, 25 люмен, следующий режим 100 люмен, следующий режим 300 люмен, все, нажимаю следующий, опять попадаю в 3 люмина, ну, и, соответственно, в каком режиме я его выключу, в таком же режиме я его потом и включу, а вот для того, чтобы получить 600 люмен, Нужно нажать и подержать Получается вот сейчас увидели Получилось 600 люмен Нажать и подержать кнопку Отпустил кнопку Опять таки вернулись в более слабый режим Давайте из слабого режима Нажимаю держу Включается сильный режим Отпускаю Возвращается в тот самый предыдущий слабый режим То есть из любого режима Например из даже минимального При нажатии и удержании кнопки Вы попадаете в режим 600 люмен Но будет он светить пока вы будете его держать Я так понимаю что пока еще может быть перегрева Не будет корпуса Даже на 300 люмен Полтора часа максимальное время работы Это если у нас корпус не достигнет По моему 60 градусов То есть у нас идет защита от перегрева В таком случае и в общем то все Но на самом деле при 300 люменах Вряд ли вы достигнете Этой температуры То есть полтора часа все таки работать он у вас будет И на 91 метр светить 100 люмен 4 часа 25 люмен 3 люмена Непонятно сколько здесь часов Немножко закрыто С одного метра может он падать У нас фонарь И у нас есть степень влагозащиты Здесь IP68 То есть можно до двух метров По моему погружать Получается до получаса По этому стандарту Без каких-либо вопросов На самом деле мы видим что герметично сделано Феникс всегда очень сильно перестраховывается И погружаться на самом деле Можно и на большую глубину И на большее время По опыту Как бы ничего с ним не случится Вот 600 люмен здесь понятно что есть Но вот такое на небольшое время Светодиод Luminus SST20 С ресурсом работы 50 тысяч часов USB Type-3 Литий-полимерный аккумулятор Лемкостью 800 мАч Анодирование Третьей степени алюминия То есть это A661T6 Алюминиум С покрытием Hardcoat Анодизион тип 3 Короче говоря С максимальной степенью Жесткостью покрытия В принципе Очень тяжело что-то с ним сделать То есть оно очень изнаностойкое Выносливое И держится на самом деле Молодцом То есть это максимальная степень Твердости анодирования Которая только бывает Вот Линза здесь выполнена С полным отражающим покрытием Опять-таки Важно не только Сколько выдает ваш светодиод Потому что какие-то бывают Там менее известные бренды Пишут что они там Выдают 30 тысяч люмен На самом деле То что выдает светодиод Это еще не значит Что столько люмен Вы получаете на выходе То есть Допустим В одном метре от фонаря Сколько вы там люмен Получаете Еще возникает вопрос Потому что еще есть Такое понятие Как линза У качественного производителя Который Ну может себе это позволить Они правильно разрабатывают Линзу Они ставят Просветленную оптику Специальную Которая позволяет Максимально реализовывать Этот потенциал Самого светодиода Поэтому это тоже На самом деле Довольно важный фактор И нужно понимать Что если вы берете фонарь Соответственно Ну Скажем так У дилера У представителя Который обеспечивает гарантию То гарантия дается Сроком На данный фонарь На 2 года Что немаловажный плюс Для того Чтобы покупать его В принципе В проверенных Так скажем Местах Соответственно Ссылочку я оставлю В описании к видеоролику На Россию Украину Сможете перейти Посмотреть Стоит впечатление Вот По ссылочкам В описании К видеоролику Все это будет По стоимости Это достаточно доступная модель Но опять таки Есть более доступные фонари Которые выдают Например 200 люмен То есть здесь у нас Два режима Раз Два Получается Что максимальный У нас режим На 200 люмен Вот Но его хватит На 25 минут Ну а минимальный 15 люмен На 6,5 часов Здесь у нас режимов Только 2 Включаются они поворотом Это прям совсем Уж на ключный вариант Про блокировку Не сказал Чтобы заблокировать Фонарь нужно 2 раза Быстренько на него нажать Вот здесь на кнопку И соответственно Все Если вы нажимаете На нее случайно То он подмигивает вам Что я заблокирован То есть включить его У вас не получится Никаким нажатием Для того чтобы Разблокировать Нужно 2 раза Быстренько нажать И соответственно Вы попадаете В разблокировку Фонаря Вот у них 600 люмен Достаточно ярко светят На самом деле Отпускают 300 Ну соответственно Сколько у нас там Минимальный 3 по-моему Да Да 3 люмена Вот как бы отличие Вот И соответственно 25-100 по-моему Да 300 получается Ну если нажму Подержу Будет аж целых 600 Вот Ну как-то вот так По впечатлению Яркости достаточно Для реальной жизни Этого вполне себе Достаточно Но я уверен Что я включил В этот видео обзор Тестирование фонаря И вы смогли Сами посмотреть Составить какое-то Свое мнение О том Как это светит Но нужно понимать Что камера Несколько искажает То есть Светосила объектива Есть такое понятие И на самом деле В живую Глазом Видно Лучше Чем то что вы видите На видео На фото Да На фото Можно вытянуть Что глазом Вы видите одно А на фото При длинной выдержке Может вам казаться Что фонарь светит Более ярко Вот Но на видео Как бы получается Обратный эффект То есть все-таки На видео Мы понимаем Что фонарь светится Как бы Тем более Я никаких эффектов Не накладываю То есть я не делаю Каких-то там Цветокоррекции Там Ничего не вытягиваю При видеомонтаже То есть Ну То Как это вот Записывает камера Так вам и показываю Но глазом Я вижу Несколько лучше Несколько ярче Так скажем Да Чем то что вы видите По видеоролику В тестировании Так фонарь компактный Учитывая что стоимость Доступная В принципе Мне все нравится Чего бы здесь хотелось Мне бы наверное Хотелось съемную батарею Чтобы батарею При желании Там со временем Можно было Более легко поменять Я понимаю Что как-то оно В принципе Разбирается Наверное И как-то оно меняется Но то что у нас Нет такой Легкодоступной Такой возможности Взять вот там И поменять эту батарею Это конечно же Определенный минус Большим плюсом Является порт Зарядки USB Type-C В комплекте За недорогую стоимость Вы получаете Полный комплект Достаточно яркий Компактный фонарь В принципе Там несколько лет назад Мы еще могли бы Просто мечтать О том Чтобы столько много люмен Было в таком Компактном корпусе За такие деньги Еще и с зарядкой На борту То есть получаете Полный комплект Всего Что вам необходимо Вот Ну и несколько лет Он должен успешно Проработать В любом случае Как по ресурсу светодиода Так и по ресурсу Аккумулятора Ну и в принципе Гарантия На это подтверждает Ладно Большое спасибо Всем кто поддерживает Своими лайками Надеюсь вам интересны Мои обзоры Я по крайней мере Включаю всегда в них Тестирование Показываю все как есть Большое всем спасибо Всем огромной удачи Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok